Здравствуйте! В эфире программа «Первый среди равных». В наших выпусках мы рассказываем о талантах губернии, о людях, которые живут среди нас и, работая на благо общества, добиваются успеха. Участники масштабной социальной акции «Народное признание». В этом году она стартует снова. Прием заявок продлится вплоть до 19 сентября. Спешите. Подробности на сайте правительства Самарской области. 1 сентября во всех школах прозвенел звонок на урок. И ребята снова сели за школьные парты, чтобы учиться. В этом году в Самарской среднеобщеобразовательной школе номер 161 набрали два новых класса. Это большое достойное учреждение, у которого есть своя история и традиция. Школа открыла свои двери больше полувека назад. Трудно представить, сколько детей здесь начинали свой путь и как много достойных учителей работало в кабинетах этого учреждения. История об этом хранится в школьном музее под названием «Возрождение». Я считаю, что музей в школе обязательно должен быть. У школы есть история. Есть история у поселка. Есть история у людей, которые живут в этом поселке. У нас еще есть история нашего военного пехотного училища и училища ВДВ. Поэтому мы решили и создали в 2000 году музей, который бы мог ребят познакомить с этой самой историей. Никто не забыт, ничто не забыто. В этом музее собраны по крупицам свидетельства прошлого времени. Для взрослых и детей, чтобы они знали и помнили. Мы проводим очень часто экскурсии. Все это для того, чтобы люди, которые учатся в этой школе и вообще, кто приходит, помнили, что тут раньше было пехотное училище. Какие люди здесь учились и кем они стали в будущем. У нас есть в каждой дате определенная композиция. Все ребята, мы стараемся все рассказать, выучить, вспомнить. И у нас очень часто посещают музей, практически каждый день, когда идет новая композиция. И нам очень интересно, потому что все-таки это наша история. И ее надо помнить, ее надо запоминать, ее надо знать. Гражданин нашей страны должен знать, что было. И особенно нужно помнить героев Великой Отечественной войны. Потому что мы должны им быть благодарны за то, что сейчас над нашей головой мирное небо. Особое почетное место в музее занимает фотографии первого директора школы. Женщина-руководителя, с которой начиналась история учреждения и его традиции. Дина Иосифовна Покрас. Руководитель от Бога, так говорят о ней сотрудники школы. Дина Иосифовна Покрас замечательный человек. И как человек, и как педагог. Мне посчастливилось быть первой выпускницей этой школы. И именно с ней, с этим человеком, я познакомилась, когда пришла в эту школу в первый раз. Это был только пятый класс. А потом мы выходили из этой школы. И на протяжении всего времени этот человек для нас был самым авторитетным человеком. Прекрасным педагогом, который нас вел историю, русский язык. И в то же время она была очень талантливая женщина. Она писала стихи, она ставила с нами спектакли. Наталья Кочерова всегда берет пример с первого директора этой школы. Она старается бережно хранить традиции и в этом духе выстраивает работу всего коллектива. Директор школы номер 161. Уже 15 лет она возглавляет работу учреждения. Своим задором и оптимизмом вдохновляет на победы всех вокруг. Ты мне очень всегда пример Диносина Покрас и ее взаимоотношения с коллективом, ее умение организовать коллектив, уметь найти приоритеты, умение мотивировать членов коллектива разными способами. Сама она была личность неординарная. Меня это очень импонирует. И в работе со своим коллективом я, конечно, очень много с нее беру пример. Я в политике кадровой очень веду ее степенно и как бы отбираю по возможности сотрудников своих. И на сегодняшний день это сплоченный коллектив, объединенный многими интересными совместными делами, настроенный на работу, на позитив, настроенный на то, чтобы коллектив учителей, родителей, учеников был единым. Дети нам нужны. С этих слов они начинают разговор о своей работе. На первое место ставят воспитательную работу и при этом больших успехов добиваются в образовании. Один из моих учеников в конце, когда закончил один из классов, сейчас он учится в Москве в каком-то престижном очень вузе, я даже не помню, как он называется, он сказал следующие слова, они мне понравились и запомнились. Анатолий Алексеевич, вы зажгли у нас пламя, которое постоянно нас грело. Главная задача учителя – зажечь, чтобы это горело и давало результаты. Ну а результаты, в принципе, пока в Самарской области, тьфу-тьфу-тьфу, но надеюсь, все-таки будут лучше. Три, сейчас скажу, четыре года назад мой ученик занял абсолютно первое место в Олимпиаде по математике в России. Учитель высшей категории, обладатель премии губернатора за успехи в обучении детей. Математик Анатолий Гусев. Он всегда старается развить логическое мышление у ребят, даже после уроков. И в этом ему помогает аллея шахмат, где школьники отдыхают от сложного дня и заодно тренируют свою логику. Здравствуйте. Садись. Зажечь искру и подарить любовь к знаниям под силу настоящему учителю – таким считают в этой школе учителя русского языка и литературы Людмилу Платонову. Ее стаж работы – 36 лет, и половину из них она трудится в этом коллективе. Людмила Ишлановна – классный руководитель, очень хороший, добрый учитель. Она не только рассказывает чисто материал, а иногда рассказывает какие-то истории из своей жизни, иногда рассказывает что-то, что не по материалу идет, а сама что-то, что знает. Людмила Платонова дает глубокие знания, осознанно подходит к каждому занятию. Поэтому ежегодно как минимум один из ее учеников сдает единый государственный экзамен на 100 баллов. Профессию свою я в самом деле люблю, и поэтому мне очень нравится школа, мне очень нравится мой кабинет. Я здесь порой живу, наверное, точно так же, как и ребята после первой смены остаются на второй смену, какие-то дополнительные занятия. И вне зависимости от того, приглашаю я или это их добровольное какое-то согласие, желание. А потом, наверное, в этом и заключается успех, когда ученик с легкостью идет на контакт к учителю, а учитель с открытым сердцем встречает детей. Тогда они спокойны на уроке, они спокойно воспринимают информацию и, самое главное, с желанием. После учебного дня ребята из школы не разбегаются, а снова идут на занятия, только уже творческие. 36 лет назад в этой школе открылась музыкально-хоровая студия. Сейчас она называется Детская школа искусств номер 16. Мы находимся в здании 161-й школы, хотя мы совершенно как бы автономное учреждение, тем не менее у нас очень тесное сотрудничество со школой. Мы проводим все общие мероприятия. Половина детей школы, даже больше, наверное, половины прошли через наши уроки, то есть получили образование в школе искусств. В школе проводится очень много мероприятий совместно между школой и школой искусств. То есть вот дети у нас музыкально образованные, все, начиная с первого класса. В детской школе искусств работает три отделения – хореографическое, музыкальное и вокальное. Ребята отбирают с малых лет и стараются в каждом из них найти творческие способности. Я на работу хожу, как на праздник. Даже прямо это и хобби мое, и работа, и все вместе сочетается. С большой душой работаем, и дети, от них такая энергетика хорошая, положительная. Наверное, просто получается этот обмен и результат. И они настолько старательные, просто вот я так радуюсь, когда я смотрю, такая отдача, все, что я им даю, они все это просто поглощают, такие хорошие результаты. Большой и дружный коллектив добивается успехов в своей работе. Множество кубков и наград. Заслуги общие и каждого в отдельности. Участники областной акции «Народное признание». Лауреаты ежегодных фестивалей и конкурсов. Каждый раз коллектив ставит перед собой новую цель и упорно идет к ее воплощению.